Всех приветствую! Этот ролик, как вы уже наверное догадались из названия, является подборкой тех интересных моментов, которые я посчитал нужным показать вам. Давайте сразу перейдем ближе к делу. Как бы это сейчас странно не звучало, но этот отрезок видео посвящен миссии про самые настоящие бандитские разборки. Играем мы, в общем-то, как не трудно было догадаться за сторону бандитов. Наша задача заключается в том, чтобы проехать к офису и осуществить его рейдерский захват. Не давать нам это сделать, будет что-то вроде частного охранного предприятия. Сейчас на своих экранах вы видите, как мы мирно, пускай вооружены до зубов, но двигаемся к офису, в который мы планировали наведаться. Едем мы по лесополосе и, в общем-то, ничего необычного не ожидаем. Пусть валят. Слушай, а я думал, знаешь, это сейчас, в каком трансфере перебрать, два суток. Переходим! Все, все, минус, минус. Все, садимся, едем, садимся. Все остальные парни одеты, должны поехать еще. Еще должны приехать. Эй! Почка! Почка, блядь, быстрее! Все, садимся, едем, да? Да, быстрее, да, время тратить. Хватит ултаться, ребят, ну, пожалуй. Кто еще один не сел в мою машину? Ча, я иду, иду, иду. Эриксон, быстрее, давай. Нормально, да? Самое прикольное в этом всем, что один из наших соотрядников все это время находился в багажнике нашего автомобиля. Я взял их, давай, давай. Нормально. Передай, что они задачи выполнены на дороге. Такие. Этот фрагмент посвящен миссии, в которой мое разведательное отделение, передвигаясь по тылам противника, могло встретить огромное количество его бронетехники, включая танки Т-72 и БМП-2. К сожалению, в ответ у нас было только два одноразовых противотанковых гранатомета РПГ-26. Как вы понимаете, это совершенно немного. Поэтому каждый выстрел был у нас на счету. Давайте же теперь посмотрим, какие проблемы мы встретили и как нам получилось или не получилось их решить. Вижу танк, вижу танк, вижу танк. Где? Слева, слева, около сарая, слева, около сарая. Паркуйся. Шпак, актуальную метку, шпак, на себя актуальную метку. На юге, на юге, на юге, на юге, на юге, этот, около выбора сарай. Вон стреляет. О, слышишь, слышишь, слышишь. Копа далеко. Можно, блядь, пушкапку. Бери уазик, бери уазик лучше и едь к нему. Нет, ты что, не-не-не, это палево. Да какое палево, он сюда даже не развернется, но другим танком воет. Едь быстрее. Я тебе говорю, бери уазик приказ, едь к нему. Кто там, блядь, сидит внутри? Там кто-то сидит. А что за выстрелы там? А что за выстрелы там? Я шпаку, я шпаку сказал. Это с пулемета. Остальные пока спрятались. Он там стоит еще, он еще там стоит. Да, судя по-злухам. Блядь, вы даже не видите, я еду. Едь, едь, едь. Что ты только что увидел? Куда он смотрит? Куда он смотрит? Он не на тебя смотрит. Он просто стоит рядом с ангаром, просто тупо стоит. Мы рядом с ангаром, движение начали. Там этот высунулся, хер. За ним хер едет, за пулемет сел. Ктулху. Давай левее, левее давай. Все, он уехал. Он уезжает. Я за этот встал, блядь. За куст? Шпак живой он еще? Он опять сюда едет, в строку. Да, он едет в наш стол. Ктулху, прячься, прячься. Прячься. Прям камп едет или куда? Да. В одном доме нахуя? Какой он? На юго-восточной стране. Пробуйте выбивать. По домам прячьтесь. А, нормально. Еп твою, блядь. Нормально. Я уже думал, вы промахнулись. Вот такой вот кинематографичный бум сделал танк противника. Мне уже, если честно, показалось, что оба наших гранатометчика по нему промахнулись, и сейчас он будет кататься между нами, и, в общем-то, без преувеличений наматывает нас на гусеницы. Но произошло какое-то чудо, второй вот наш гранатометчик Коба попал ему в кормовую часть, что по какой-то причине вызвало детонацию боекомплекта. Танк повержен, но не стоит забывать, что оба наших гранатомета потрачены. Давайте же теперь посмотрим, чего это нам стоило. О, нему не успею. Где он? О, точно. Взрыв пакет, мать вашу. Уничтожив танк противника, мы вызвали к себе излишний интерес, поэтому нам пришлось в корне поменять свое местоположение. Командование навело нас на предполагаемую область, где двигались основные силы противника. Мы выдвинулись сюда и пошли у них на хвосте. Как вы понимаете, обычно за силами пехоты идет бронетехника. Вот и недалеко от нас мы услышали БМП-2. Как вы помните, гранатометов у нас нет, и давайте же теперь посмотрим, как у нас на этот раз получилось избежать собственной смерти. Так, внимательно вперед смотрите, если врага увидите, то лучше доложите сначала. Если уж совсем хреном будет, стреляйте. Так, она поехала. К нам едет, к нам едет, к нам едет, сука, лишь бы остановить. По елкам, по елкам, по елкам прячьтесь. Она поедет, поедет, по честь лесу. Блядь, прячьтесь, прячьтесь, блядь, кто там бегает? Кто спалится, она всех тут просто захерасит. Даже не думайте, по ней аршиве, стреляйте. Тип прошла, нормально. Она прям передам? Да, вот, блядь, в 10 метрах. Тихо, ждите, ждите, не вставайте, не вставайте, ждем еще. Джамбо, обрекло, если она решила по нашим делам проехать? Она кого-то сбила из наших. Он мою елку свалил, за которой я лежал. А, повезло. Я ее до него рукой дотяну. Все, лежим, лежим, блядь, там стоят, ждем. Остановилась? Нет, едет. Нет. По-моему, очень даже атмосферный, как для отделения разведки, момент. Нашему соотряднику Коби по-крупному повезло. Проехав бы это БМП-2 правее, ну, буквально там на несколько сантиметров, и она бы раздавила ему голову. Давайте теперь перейдем к следующему фрагменту. На, Азин, 260. Пойдем за ней. Если бы я снимал видео, это был бы суперэпик. Пиздец. И реально рукой достать, помню. Ну, нам дембу тоже повезло. Да, нам очень близко проехал. В этом отрезке, безусловно, есть что-то веселое. Обязательно уберите детей от экрана, если вы не хотите, чтобы они услышали нелестные комментарии, звучащие на заднем плане. Пускай они не являются вершиной искрометного юмора, но, тем не менее, в данной ситуации звучат довольно-таки колоритно, хоть мы играем за немецкую армию. Мы стоим на чем-то вроде блокпоста и, в первую очередь, должны пропустить машину с сотрудниками организации ОБСЕ. На самом деле, всем очевидно, что никакие это не сотрудники, а самые настоящие террористы под прикрытием. Тем не менее, мы по-прежнему не имеем права открывать по ним огонь, пока не найдем каких-либо запрещенных вещей. Обыскать мы можем только троих из них, и сделать мы это должны как можно быстрее. Ведь, если мы затянем с этим процессом, то основная часть вражеской стороны, то есть террористов, сможет получить некоторые преимущества в атаке на блокпост. Не стреляйте, да, ни в коем случае не стреляйте, пока я не дам команду на стрельбу. Самбо, слабаун им открою. Шкона белая едет? Да, да, да. На автоматический огонь переключите, если бы с моего приказа не стрелять. Если начнется стрельба с моей стороны или с кокчей, то начинайте тоже. Да ладно парни, все чисто, все чисто. Машина без взрывчатки. Не придуривайтесь, у вас акцент слышно. Под машиной посмотрел, все нормально. Шесть человек в наших. Нормально, там все, пропускай. Документы у водителя в коричневом, в первую очередь, смотрите. Да, поехали. Так, стойте здесь на блокпосте. Все, занимайте позиции, готовы исходить. Что-то не остановил. Что они говорят? Да ладно, вы будете до общения. Да, присвоя chaque везти. So head over. Эфрур, убивал эту игру. Прямо! Я не видел у него документы на рукаве В черном шорте, приди с нами Все, приди здесь, не двигай Где сюда? Приди с ним Что с ним, связывай его Извинись А, извиняюсь, какого хуя Связывай, связывай Ты шипси адверсия, крови Все, чистый У тебя есть еще? Нет, ничего в мне Держи здесь И инвентарь машины тоже, провери Давай вот этого Хей, гай, в черном шарте, приди с нами Держи с нами, быстрее, 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 приди с нами Все, что ли? Что, чистый? Да, чистый 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 Че, кого теперь мы? Да, давай, давай Да, давай, мужичок вот этот зеленый Хей, гай, в черном шарте, приди с нами, приди с нами, быстрее, 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 or you'll open fire For what you open fire, we are clear I'm not sure that you are clear Чистый Сколько у тебя стяжек осталось? Все Все, короче You are free, you can move Take your position in the car and you can move forward Take your place in the car, faster, take your place in the car, or you'll open fire, faster, faster Можно сразу стрелять Че ж они, выеханку гандушили-то, а? Вот они, черные реалии войны С одной стороны, ОБСЕшники после нашего досмотра были чисты С другой, в блокпосту начала двигаться реальная машина с террористами Тогда кто-то в рацию закричал, что, мол, открывайте огонь по всем машинам После чего машина с представителями ОБСЕ была расстрелена Тут показания на самом деле немного разнятся Потому что некоторые люди, с которыми я говорил Сказали, что у них был звук сирены Который является официальным сигналом к расстрелу машины ОБСЕ Так что либо миссия забагалась, либо самовольно открыли огонь Убегай в лес, Ратибор Вот, кстати, на заднем плане сирена зазвучала и у меня Мы занимаем позицию Только из наших, только из наших четыре человека Случай, который произошел в этом эпизоде По-моему, может случиться, ну, где-то раз на тысячу Как вы думаете, что может сделать БТР-страйкер с крупнокалиберным пулеметом М2 В непосредственном городском контакте БМД-4, то есть боевой машине десанта 4 Давайте же проверим это в этом отрезке Потому что по воле, опять-таки, случая Нам довелось действительно встретиться с этой бронемашиной Да еще и в городском бою Слышите, по-моему, БМД ездит в городе сиреном Я могу ошибаться Не, по-моему, блядь, а есть, вот она, хуячит Да, есть БМД Запросто, БМД, как минимум одна еще живая Непонятно, какие у нее, где она Может, ремонтировалась, может быть, что Но одна точно селка Мы БМД без двигателя ставили на М2 Вали нахер отсюда Вали, блядь БМД стоит в северном триггере Мы с М2 выбили двигатель Вот такое вот везение может иногда произойти Помимо того, что хорошо и настреляли Так еще и уехали целыми и невредимыми Кстати говоря, возможно, впереди БМД-4 Вы заметили, что изначально она стрелялась с Брэдлёй Так, в общем-то, по какой-то причине в этой Брэдли не было стрелка И как раз, когда эта БМД отвлеклась на нас Стрелок сел в эту Брэдли И, в общем-то, БМД в дальнейшем получилось расстрелять Эта миссия посвящена событиям войны между США и Ираком А играю я за иракских резервистов Наши позиции расположены прямо на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома Вокруг, скажу я вам, проходит капитальная бойня Прямо на ВПП горит наша наземная техника В соседних окопах лежат мои раненые соотрядники А я сижу за опорно-пусковой установкой Джигит Точнее, сейчас я, конечно, за ней не сижу Но вообще-то за нее отвечаю В небе, понятное дело, кружат американские вертолеты И периодически постреливают по моему бункеру Тем самым, не давая мне выйти Я за вертолетом слежу Я живой, да Я не вижу этот вертолет сам Отделение, прекратите панику, блять Почему вы постоянно докладываете, что по вам стреляют? Хватит С юга у нас противник прорывается Что, Мзу... Что, Коба? Мзунку тоже откинулся? Сейчас, Коба, меня оглушила сейчас У нас с юга прорываются Американцы, отделение Север под забором Попал по вертолету Тот, кто мой канал давно уже смотрит Наверное, сам прекрасно знает Что мне на такие вещи Очень даже везет На этом, в общем-то, на сегодня все Я искренне надеюсь, что Видео в таком формате вам понравилось И, как я уже говорил в начале Я постарался выбрать для вас Самые интересные моменты И думаю, что вы это заметили Мне действительно очень важно Ознакомиться с вашим мнением По поводу таких роликов В комментариях Поэтому, кому есть что сказать То, как говорится, прошу Ну, а на этом Я вынужден с вами попрощаться Субтитры сделал DimaTorzok